всем привет интересный вариант нанесения декоративной штукатурки куда-то на акцентные стены мы работаем в магазине и у нас бывают частые мастера и дизайнеры и клиенты и мы часто видим вот такой примерный способ где-то больше холмиков где-то меньше но достаточно часто особенно подсветка если еще то есть какая-то акцентная стена и такие холмики красивенькие и мы покажем сегодня как это сделать своими руками использовать будем декоративную штукатурку с волокнами расход здесь будет минимальный очень маленький расход потому что штукатурка используется только на холмики штука фиброза штукатурка с волокнами премиум класса низкий расход цена будет достаточно невысокая и велют алишу это перламутровое покрытие с эффектом бархата чем она отличается от лазури допустим серебро тем что это полноценное покрытие укрывистый полноценный фон а лазурь это прозрачный состав который дает только перламутр он не укрывает этот состав прозрачный а велют алишу это полноценное укрытие стены и скажем так перламутровый смотрим как наносить и не забываем ставить лайк я сегодня за кадром озвучиваю для чего мы это делаем ну во первых роман будет наносить сейчас кварцевый грунт вот он кварцевый грунт это подложка под фактурные штукатурки это не грунтовка грунтовать нужно всегда до этого грунтовка глубокого проникновения такой прозрачный состав это обязательно а это кварцевый грунт праймер и почему мы решили что я за кадром сегодня чтобы под руку вот не болтать потому что комментируешь когда человек наносит и под руку это не всегда в общем-то комфортно ляпнешь чего-нибудь не то настроение испортишь мастеру наносится кварцевый грунт с помощью валика с мелким ворсом 6 8 миллиметров и просто в один слой ну либо при необходимости можно и в два ничего страшного сохнет часа 4 6 сутки может быть и дальше наносим штукатурку декоративную с волокнами это штука фиброса как мы изначально говорили она такая достаточно густая вот видите какая густая бывает с волокнами штукатурка жижа вот жижи будет наносить сложнее а это прямо густая конкретно и вот такие вот можно образование холмистой губкой на там повать это даже можно и кельмой но губкой более живо получается то есть вот эти вот холмики да у нас еще есть маленький образец на маленьком планшете мне он нравится больше в конце мы его покажем потому что там побольше холмиков есть участок где холмиков больше и вот тут уже на ваш вкус то есть можно их делать мало и крупные или например мало и мелкие отходите со стороны смотрите и наносите по чуть-чуть потом добавляете после высыхания штукатурки можно тоже добавлять то есть здесь как раз вот тот случай когда можно лучше добавить позже ну то есть можно добавлять позже это не будет наслоение это не будет как-то там не эстетично или еще как вот на крышку и с помощью губки губку можно специальную у нас они есть в продаже это губка называется морская есть они у нас если нужно но также можно и обычную губку кому уж как по финансам губка морская она достаточно не дешевая хорошая губка но зато ей получаются вот такие мелкие где-то нужные участки то есть ёжики такие темпуем темпуем расход где здесь вот расход посчитать ну может быть 800 грамм да может здесь вот конкретно на этом образце грамм 700 800 не больше даже может и даже 600 потому что но очень маленькие они можно делать крупнее расход будет выше то есть может 800 грамм может даже килограмм где-то но точно не полтора не два килограмма потому что мы не наносим полностью штукатурку мы ее наносим только участками по кварцевому грунту то есть фоном у нас остается кварц грунт вот это ж надо же такое иметь да вот болтаешь болтаешь человек наносит он делает одно и то же действие а у тебя рот не закрывается это вот дар или это проклятие какое-то откуда-то мысли сами берутся вот он тампует ведь он же одно и то же действие делает и вы точно также вы наносите по всей стене от угла до угла вниз вверх вниз вверх вправо влево отходите издалека смотрите добавляете мне вот например нравится больше когда островков больше но этот образец свою красоту показал в конце когда его покрыли в белом цвете он конечно не вдохновлял а вот когда покрыли он прямо такой уже красивый стал шпателем поправляет роман можно это делать можно нет ну то есть тут уж смотрите сами надо это или не надо это как хочется хочется поправить можно шпателем какие-то я думаю что что вот он это делает чтобы был четкий край с одной стороны типа горы сверху как вот если мы смотрим на что похоже это если мы смотрим и сверху горы да то есть с одной стороны обрыв а с другой стороны скалы да очень хорошо еще когда горы сверху видели ну что нанес больше он ничего и не делал нет подшкурил чуть-чуть подшлифовал снял излишки и взял перламутровый состав который называется велюта лишь его это самостоятельное покрытие с эффектом бархата обалденный бархат из него получается и эффект шелка тоже просто обалденный материал очень прочный он устойчивый к мытью ну вот роман его ошкурил образец и смахнул пыль и покроет сейчас вот видите вот такой густой перламутровый с помощью валика получается он окрашивает поверхность перламутровым цветом лазурью так сделать не получится потому что лазурь прозрачная для того чтобы получить эффект нужно было бы сначала покрасить краской чтобы сравнять цвет действий больше а потом только лазурью лазурь полупрозрачная она создает перламутр но она не укрывает фон вот видите пятна да там где-то серее смотрится где-то белее так вот лазурь это не укроет она просто сделать сделать перламутровый фон но разнотон останется разнотоном посмотрите как укрывает велюта там где были у нас темные серые пятна они у нас исчезли и стает перламутровый однородный фон и у перламутра такой как бы его описать словами но он богатый такой то есть вот бывает перламутры видно дешевые они как как даже как блески какие-то смотрятся то есть смотришь и такое перламутра он то ли блески этот насыпаны туда то ли что а этот он прям очень красивый ну люди брали у нас его много может отзывы напишут покупали в онлайне брали в другие города он ездил шикарный велюта у нас кстати на канале где-то есть видео с ним с эффектом бархата как его наносили вот и все так как кистью мы видимо так ну так как я за кадром я сейчас предполагаю только вместе с вами что кистью роман создает дополнительный какой-то эффект от валика убирает наверное полосы что ли и дополнительный такой эффект когда в разные стороны бархат мы наносим кельмой до вправо влево вверх вниз и у нас темно светло темно светло эффект такой получается и он наверное на этом образце сейчас кистью это делал увидел не прокрасы пока красит еще раз да здесь получается окрашивание она по необходимости нужно по идее один раз можно сделать а вот он шпату леткой то есть он наносил кистью делал темнее светлее вот эти переходы цветовые кистью не вышло и видимо шпату леткой доделывает шпату летка тоже кстати прикольный инструмент достаточно недорогое и в некоторых случаях очень выручает да он получает разводы ну и вот он готовый прикольный красивый вот особенно вверх вот такие вот видите особенно вверх очень красиво вот вверх мне нравится очень где побольше их где побольше островков вот этих вот бугристости побольше сейчас еще где-то матовый покажем так ну в общем то ставьте лайк пожалуйста пишите комментарии желательно положительные мы очень надеемся и рассчитываем на то что вам понравилось это нанесение заказать декоративную штукатурку с консультацией в продолжение будет консультация вы допустим приобрели у нас и при нанесении консультируетесь можно по ссылкам в описании по ссылкам в описании можно перейти и запросить стоимость запросить помощь в подборке материала ну и что еще ну подписывайтесь еще на наш канал и ставьте лайк и всем пока вот еще один вариант подобные нанесения но только матовый вот так то есть кому надо матовый кому надо перламутровый выбираем